Усилить есть такое понятие чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства должно у человека быть сильным, но не жестким и не гордым. Понимаете, ваше чувство собственного достоинства слабоватое по отношению к нему. У вас не хватает внутренней силы, вы не понимаете, что это такое. Нужно рядом с мужчиной быть царицей. Вот вы царица рядом с ним, и он вас тогда будет любить. Рабынию Изауру никто не любит, понимаете, царицу любит. Нужна царица. Вот с помощью знаний, каждая женщина царица. Когда знакомитесь, женщина всегда царица, когда она знакомится. Потом куда-то это выключается. Надо оставлять. Мужчина любит царицу. Царица означает, как бы, я лучше тебя. Я красивая, я талантливая, я сильная, но при этом не гордая, понимаете. И тебе, на самом деле, со мной жить, это большая удача. И это правда, так и есть. Мужчине, вот, с женой жить, большая удача. Он просто не все понимает. Докажите. Докажите. Если у женщины чувство собственного достоинства встало на место, где надо, она становится очень красивой. Красота через женщину, у которой снижена самооценка, чувство собственного достоинства, не идет. У нее есть красота, но она через нее не выходит. Или женщина гордится собой, у нее красота есть, она сильная, но пустая, как снежная королева, холодная красота, гордая женщина. А есть сильная позиция, когда женщина достойно себя чувствует и при этом не гордится собой. И это только от Бога можно взять. Когда человек Богом наполненный, богатый, Богом наполненный, он становится достойным, сильным внутри, но не гордым при этом. И тогда, когда такой человек, с ним невозможно отношения строить неправильно, его невозможно не уважать, потому что он наполнен силой, заставляющей уважать. Он верит в отношения. У него правильное отношение к себе. Вообще, вам не хватает твердости характера в отношениях с мужем. И это только потому, что вы себя не знаете изнутри. Женщина по природе твердая, она не мягкая. Если она себя как бы внутри познает, она тогда чувствует себя уверенно в отношениях с мужчиной, потому что женщины чувствуют себя, им кажется, что они очень мягкие, такие слабовольные, слабохарактерные. Это только просто иллюзия, это внешнее. А мужчина внешне, ему кажется, что он сильный, на самом деле не так. У мужчины мягкая психика очень, а у женщины твердая. Включите внутреннюю жизнь, внутри себя включитесь. Станьте сильной внутри себя. Он очень напрягает, потому что я не срабатываю, там, молодец, он не напрягает. Ну, и пусть напрягает. Ну, пусть его напрягает. Скажите, а меня это не напрягает? Можно сказать, что даже мне кажется, что это не напрягает. А меня, скажите, это не напрягает. Я знаю, что я вкладываю в твою жизнь, молюсь за тебя, воспитываю детей. Хорошо, вы сначала оцените это. Поймите, что это правильно так жить. Если он не дооценивает, вы оцените, он будет ценить тогда. Он не находится в невежестве, он в страсти находится. Он перенапрягается и поэтому ломается. Перенапряжение. Вы же расслаблены, счастливы. Чем больше женщина расслаблена, тем больше мужчина напряжен. Вам надо напрягаться в молитве. Перестаньте лениво жить. Перестаньте поздно вставать. Расслабленно себя вести слишком. Чем больше будете расслабляться в жизни, больше будет он напрягаться. Напрягайтесь в духовную сторону. Воспитывайте детей. Если чувствуете, что это не помогает, пойдите, помогайте ему, работайте чуть-чуть где-то. Вот, то есть начните активную жизнь. Не ведите себя пассивно. Пассивная жизнь человека расслабляет, делает его чувство, собственно, достоинств снижается. Женщина-то пассивная, боится мужа потерять, что он ее бросит. Этот страх вызывает у нее униженное состояние. Униженная женщина никому не нужна, ей пренебрегают, начинают ворчать, злиться на нее. Возьмите себя в руки, начните активную жизнь. Подружек надо больше, чтобы они вас поддерживали. Вас не хватает поддержки. Та женщина идет. Богом отношения молитва поддерживает. Да помните, женщина, если вы в отношениях начали добить на мужа, вы его теряете. Значит, ваше чувство, собственно, достоинства гордую позицию заняло. Второй вариант. Если вы подавлены рядом с мужем и унижены, вы тоже его теряете. Надо рядом с мужем быть царицей, но при этом не давить, а быть уверенной в своем внутри, в своей женской природе. Но при этом не давать себя, не позволять себя унижать никогда. Если он унижает, дистанцироваться, не разговаривать какое-то время, отстаивать свои права. Но при этом не передавливать его права. И когда человек так живет, он становится очень востребованным. Его любить начинают. Уважать, ценить. Все очень просто. Но смотрите, есть три слоя жизни. Есть жизнь в невежестве, когда чувство собственного достоинства у людей работает неправильно. То есть они не могут служить, заботиться о людях. У них очень сильно проявлен внутренний принцип. То есть им кажется, что все должны делать так, как они хотят. То есть у них внутренний принцип такой непреклонный, очень жесткий. Чувство собственного достоинства очень эгоистично настроено. Этот эгоизм на самом деле идет от глубокого страха перед этим миром. То есть человек не развит в виде нечистоты этого мира. И он постоянно, такие люди воюют со всеми. Идет скандал постоянный, нажим, диктат своего, непреклонность, категоричность. Часто такие люди находятся под влиянием алкоголя или под влиянием каких-то дурных идей. То есть дурного общения, дурных взглядов по поводу правительства, страны и так далее. То есть очень негативный настрой на жизнь таких людей. И с такими людьми надо или дистанцию держать, или вообще жить отдельно. Потому что близкие отношения строить бесполезно. То есть их невозможно ни убедить, ни доказать, что-то объяснить. Невозможно. Потому что они погружены в невежество. То есть в этом сознании человек, разум человека не способен различать хорошее, плохое. То есть он просто погружен в это состояние. И человек в таком состоянии может понять что-то только через страдание. Когда начинает страдание, он тогда трезвеет и начинает понимать, что он неправ. А без страдания он так и будет продолжать свое гнуть, в своем сознании находиться. Самое лучшее с такими людьми – жить отдельно. Или просто не ждать от них. Если невозможно жить отдельно, не ждать от них ничего. Жить своей жизнью, выполнять свои обязанности, но ничего не ждать. Потому что если ты чего-то ждешь от таких людей, только еще хуже становится. Следующий слой жизни – это слой жизни в страсти. Вот в деревне, кстати, люди живут в двух слоях. Они живут в благости и в невежестве. В деревнях много невежественных людей, потому что земля расслабляет. Это отрицательная сторона жизни в деревне. Земля расслабляет. Человек становится очень таким расслабленным, угрюмым. И начинает пить там и так далее. Потому что, в принципе, жизнь на земле проще. Вот люди, когда в деревне живут, там, можно, в принципе, за лето на весь год себе запастись продуктов, там, немножко одежды купить. И, в принципе, человеку особо ничего не надо. Это в городе у человека появляются тысячи дополнительных потребностей, а искусственных совершенно. И ему надо упахиваться просто для того, чтобы эти потребности удовлетворять. А в деревне люди просто живут, и у них, как бы, нет особо больших. И поэтому, иногда, так как духовной жизни нет у таких людей, они расслабляются чрезмерно и начинают пить. Ну, то есть, незанятость, то есть, пустое времяпровождение тоже разрушает жизнь. Но большинство людей в городе живут в страсти. То есть, это второй слой. Три слоя всего. Невежество, страсть и благость. Люди в страсти означают очень сильное напряжение, очень напряженная жизнь, которая приводит к тому, что начинаются скандалы. Вот, допустим, со мной сейчас, муж, женой общались. Причина скандалов – напряженная жизнь. Люди не могут наполняться чистотой, силой. Вот я сегодня два часа побегал вот здесь по лесочку, здесь рядом. 17,5 километров пробежал за два часа. И нормально. Я наполнился природой. Чувствуете, я такой отдохнувший, да? Или я уставший? Уставший? Вчера был, так я вчера после поезда сразу на лекцию, понятно. А сегодня, видите, отдохнувший, потому что я совершил эскезу, на природе побегал и наполнился природой. Организм как батарейка. Вот у меня сегодня батарейка заряжена на 95%. И все, как бы батарейка заряжена, можно читать лекцию, проблем никаких нет. Ну а если люди находятся в этом состоянии, постоянно беготни, они не могут нормально жить. То есть они в постоянном напряжении, у них нет, как бы, возможности расслабиться из-за того, что неправильный образ жизни. Ну и не в результате, как бы, постоянно страдают из-за этого, мучаются, срываются друг на друга. Такие трудности. Мужчина в напряжении становится злым, раздражительным, напористым. Мужчина в напряжении не может понять характер женщины, не может нежно себя вести, потому что для того, чтобы к мужчине нежно заботливо себя вести, он должен включить разум. Мужчина, когда он напряжен, у него есть только один способ общения с женщиной. Общение с женщиной – это волевой способ. Он волевым способом решает с ней вопрос, потому что психика у женщины сильнее, характер эмоциональнее, и мужчине резко там, вот так вот с ней, чтобы она раз, пугалась, как бы, и таким образом ее, как бы, держать в руках как-то, ограничивать. Ну, то есть волевой какой-то стиль для мужчины единственно приемлемый, если он живет в напряжении. Если мужчина спокоен, расслаблен, он может эмоции женщины потерпеть, потому что любые эмоции у женщины для мужчины – это от сильной напряжения, то есть ему нужно терпеть это все. Мужчина не может эмоции женщины воспринимать легко, как женщина женщину. Понимаете? Если женщина в напряжении живет, то она может с мужчиной вести себя только эмоционально, то есть она реагирует на него эмоционально очень. «Обстань от меня!» и так далее. Вот. То есть, почему? Потому что у мужчины очень жесткая такая психика непреклонная. И эта жесткость, она женщину напрягает, то есть ей так тяжело, он еще что-то хочет от меня. Вот. И она тоже в результате реагирует очень жестко, и люди вообще не могут даже друг с другом поговорить. И они потом идут к психологу, и психолог им начинает говорить «надо вот так вот, вот так». И он не понимает, что основная причина этого вот такого поведения – это просто отсутствие отдыха. Люди просто находятся постоянно в будущем, они постоянно хотят счастья, которое должно прийти через 20 лет, когда ипотеку выплатим. Когда уже будем старыми. Ну, то есть они просто даже не понимают, как правильно жить. То есть, нужно волевое усилие человеку совершить, волевое усилие для того, чтобы прийти в настоящее время. Вот для того, чтобы мне сегодня побежать было с утра, мне надо было волевое усилие представлять. И два часа бежать – это же непросто. Надо себя заставить. И как бы я совершил это усилие, потом раз – меня расслабило. Ну, то есть так каждый человек должен жить. Нужно научиться совершать усилие туда, где принесет тебе счастье, понимаете? Но люди в основном, они не хотят счастье испытывать сейчас, потому что для этого надо свою судьбу принять. Вот для того, чтобы полюбить мужа, нужно принять его. Чтобы его принять, нужно для этого иметь энергию. Нужно, когда вот у жены хорошее настроение, она мужа принимает. Допустим, у нее день рождения, все любят, поздравляют. И она мужа обнимает, он такой напряженный, весь раз расслабился. Ну, то есть она сегодня его обнимает, потому что у нее свадьба, день рождения. А завтра она будет его ругать, потому что уже не день рождения, никто не хватит. Все плохо. Ну, то есть, понимаете, люди только готовы счастье одарить, если у них какой-то особый случай. Если есть возможность быть счастливыми, они счастливые. Потому что там что-то хорошее произошло. И вот люди верят в то, что когда-нибудь придет счастье. Они, алло, как у тебя, все хорошо? Все хорошо, и у меня все хорошо. Ну, хорошо. То есть люди просто, они хотят спокойной жизни. Они думают, что это есть счастье. Большая квартира, есть работа, есть дети, хорошее здоровье, есть что покушать. Они думают, что это счастье. Это не счастье. Это спокойная жизнь. Хорошо, хорошо, ну хорошо. Это спокойная жизнь, это не счастье. Счастье – это когда человек победил судьбу, и он находится в состоянии глубокого удовлетворения. Вот это счастье. Когда человек способен понять природу близкого человека, его характер, это счастье. Вот загадка для мужчины всегда, женщины – это загадка. Если он разгадал эту загадку, он ведет себя с ней правилами, и она расслабляется сразу, она начинает дарить ему любовь. Вот это счастье. Но для этого надо напрячься, то есть надо понять природу женщины. Надо понять, где ключик. Разгадку понять. Разгадка именно в очень деликатном, таком добром поведении. И способности принимать первый эмоциональный удар. Потому что женщина, когда начинает общаться, она всегда сначала сбрасывает эмоции. Сначала яд, потом нектар. Ну то есть, чтобы с тобой вести себя по-доброму, надо сначала свой негатив на тебе отдать. Женщина так устроена. Мужчина, он негатив не отдает, но он, как бы, у него такая защитная реакция. То есть, чтобы с ним общаться нормально, нужно сначала переварить его вот эту вот, как бы, полувоенную обстановку внутри. Надо сначала женщине поверить, что это не против нее, а просто он такой, сам по себе такой, полувоенный. Вот. И если она, как бы, приняла это, по-доброму к нему отнеслась, тогда в этом случае он расслабляется и становится хорошим человеком, добрым. На самом деле, мужчина внутри добрый, а женщина добрая снаружи. Поэтому женщина должна стараться ближе к мужчине быть и не бояться его строгости, проникать глубже к нему в психику. А мужчина должен не лезть слишком глубоко к женщине, а то получит электрический удар. Вот. Надо как-то с ней аккуратнее себя вести, чтобы не трогать глубины психики, вулкан, чтобы не разбудить. Вот. Аккуратно, нежно, по-доброму, аккуратно. Если она, как почувствует, что ее понимают, как бы, не раздражают, то она не будет выпускать, как электрический скат, вот эти вот энергии. Но вообще большинство людей в городе, они верят в будущее и, значит, в удачу. На самом деле, вера в удачу – это самое, что ни на есть, большая неудача. Потому что, когда человек так настроен, никогда не будет иметь удачу, потому что он не заряжается, он все время разряжен и напряжен. И вот эта вера в удачу, она и настраивает на молитву людей тоже. Люди постоянно у Бога что-то клянчат, а надо просто ему служить, кланяться, мыслить, любить святость, чистоту, радоваться ей. Так относиться к Богу надо, к святым. А человек только увидит что-то святое, начинает что-то просить у него сразу. Это неправильное отношение, в принципе, которое не дает удачу. И вот эта вера человека в городе, человек и живет в городе только для удачи. Он хочет развития, хочет счастья. И на самом деле, в конце концов, перенапрягается, рушит свою семью, рушит здоровье, потому что это тоже результат перенапряжения. Вот какой лес здесь красивый, рядом с этим зданием. Но никто там не гуляет. Мы сегодня бегали два часа. За два часа мы встретили шесть человек всего. Пять-шесть человек. Ну парочка, парочка человек, тройка встретилась, потому что им повезло. У них дома собака. И собака их вывела на улицу. Повезло им просто. Ну и человека четыре добровольно пошли. Там кто-то с палками ходил, кто-то сбегал. То есть нормальные люди, адекватные просто. Все остальные сидят по этим, по клеткам. Там же многоэтажные дома, это клетки. Знаете, в инкубаторе там курочки, у них, они в клетке сидят. И там, если курочка какает, то падает на голову той, которая ежит. Так и люди в этих домах, у них же энергетическое переплетение идет. Допустим, дом большой, допустим, на тысячу семей. И из них сто, допустим, смотрит «Мертвый не потеет», допустим, 56-ую серию. И весь дом вот в это настроение попадает, представляете? То есть там «Мертвый не потеет» просто в этом доме конкретно. Вот, понимаете? Так энергетика дома. Вот вы заходите в подъезд любой, и там сразу чувствуете энергетику дома всего. В каждом доме есть своя энергетика. Это сумма всех энергий, потому что человек, не замкнутое существо. Вот вы в зале, допустим, сидите, здесь сидят очень хорошие люди. И вы просто сидите на лекции, и у вас психика расслабляется, отдыхает. Потому что вокруг много хороших людей. Не то, что Олег Геннадьевич такой, как бы, развышенный. А просто людей много хороших пришло. И они вам помогают жить. Ну, вообще, вот вера, как бы, людей в городе, она вот такая. Сейчас музыку проверим. Звук мне сегодня тут так. Хорошие люди тоже постарались. Все еще впереди. Уже жена есть. Все еще впереди. Вот такая вот природа вот этой веры. Несчастье в близком человеке искать, это аскеза. Несчастье в своем работе искать, это аскеза. Несчастье искать в том, что у тебя есть в своем городе, в своей стране, в своей вере. Это аскеза. А надо что-то новенькое. Понимаете? Все еще впереди. Куда-то надо мотать все время. Вот это вот и есть природа человека в современном мире. И причина, почему ему хочется мотать, потому что он не может принять свою судьбу, свою жизнь. Он не может войти в свое сердце, потому что, ну, контакт с счастьем идет через аскезу. Вот, допустим, для того, чтобы женщины счастье на кухне получить, надо промыть посуду. Промыл посуду счастье, понимаете? Для того, чтобы женой счастье получить, надо сначала проглотить ее негативные эмоции. Проглотил, получил счастье. Чтобы с мужем, как бы, в счастье войти, надо сделать смиренный вид. Сделал смиренный вид, получил счастье. А все это требует силы. И у человека нет силы, потому что он в беготне постоянно находится. И вся вот жизнь, то, что в городе окружает человека, ему силы не дают. Пища полусинтетическая, силы не дает. Дальше. Место природы, телевизор. Это вообще никакой силы не дает. Это просто вот развлекаловка, она не наполняет человека. Это просто самопан. Это все равно, что в крысе, знаете, там электроды вживили, и ощущение сытости, как бы, ей дают электроды. А карканить ее не кормят. И ощущение сытости постоянно в голову идет. Она, о, я сытая, я сытая. Вот. А жрать все равно же хочется. Там ничего нет в животе. Вот так и человек тоже телевизор включил. Там искусственная жизнь происходит. То есть, там вроде что-то происходит. То есть, самое главное, чтобы был хэппи-энд. Ну, то есть, самое главное в телевизоре, чтобы все закончилось хорошо. И человек как-то, вау, вау, все хорошо. И он, электроды у него в это время срабатывают. Он думает, ну ладно, все хорошо, пошел спать. Все вроде хорошо. Хэппи-энд. А что у него ничего не хорошего? Потому что он свою жизнь-то в это время силы не вкладывает. Он вкладывает силы в телевизор просто. И телевизор становится наполненной жизнью в квартире. Самый живучий телевизор. У него жизнь, по полной жизни телевизор вообще в квартире. Или интернет сейчас там, я не знаю, все меняется. Но люди не могут общаться друг с другом. Потому что нет сил. Вот этот диагноз главный. Нет сил. Нет знания, что природа дает силы. Нет движения, гиподинамия. Нет правильного питания. Пища, вот, чем больше насилия в ней, чем больше химии, тем меньше она дает сил. Просто обычная зелень. Проросшие зерна, взяли, прорастили на подоконнике зерна. Вот силы пошли сразу. Ничего платить не надо за это. Просто они сами растут. Зелень, пшеница может прорастать сама легко. Чуть-чуть подсветили, там лампочку поставили где-нибудь в углу. И она вам вырастет за неделю вот такая. Взяли ее, перемололи. Зеленка получилась такая. Выбили сладкий такой вкус, приятный. Вот человек сначала должен хотя бы с питания. Больше зелени есть в городе надо. Проросшие зерна. Больше даже готовят пищу люди, когда в городе готовят. Там все пережаренное, переваренное. Нужно даже, допустим, взять пищу в духовке. Крупными кусками нарезали, маслица добавили и выпекли в пищу. В духовке, когда ешь, она дает психическую энергию. Она бодрит человека. Понимаете? Если пища вся пережаренная, переваренная, в ней энергии не остается. И она поэтому гасит человека. Понятно, когда у человека там избыток энергии на природе. Ему можно и переваривать. Это нормально. Но в городе пища должна быть сыроватой чуть-чуть. Понимаете? И вся для того, чтобы было силы. Она должна давать силы. Точно так же, как можно больше возможностей свежего воздуха. Выгоняйте себя на улицу. Есть возможность там лекцию слушать. И что дома сидеть? Пойдите, погуляйте, послушайте на улице. Классно же? Вот я бегал, когда я лекцию слушал в это время. Два часа. Хинди изучал, лекции слушал. Столько всего сделал за два часа. И в это время я бежал. А когда бежит человек, у него очень сильно мозги работают. Поверьте мне. Раз в пять сильнее, чем в обычном состоянии. Вот это супер времяпровождение. И организм наполняется природой, становится сильным, радостным, счастливым. Организм становится. Ну а если человек не наполняется, вот даже и полюбить человека не может нормально. Он постоянно несчастный в любви, замучен. Надо учиться быть самим собой счастливым. И секунды покоя. Кайф от кого-то почувствовал, и все, не минуты покоя, не секунды покоя. Ты учись быть самодостаточным. Понимаете? Когда люди не могут быть самодостаточными, они начинают деградировать. Мы когда на лекцию сюда шли, мы встретили трех ребят 12 лет. Вот с такой бутылкой пива. Ну и мордов у всех красные. Вот. И мозгов никаких нет. Ю-да-а-а. Ну то есть. Я посмотрел на их судьбу и увидел страшную судьбу. Просто страшную. Причина невежества, непонимание, где счастье находится. В этом нет счастья никакого. В этом, это в такой жизни полу... Когда человек выпивает, он на самом деле, в это время, его психическая энергия, она становится нечеловеческой. Потому что человек может, ну человеческая форма жизни предназначена для победы над судьбой. Человек реально может быть счастливым, если он сегодня что-то сделал для своей победы над собой. И он реально становится удовлетворенным, счастливым. Но если человек не хочет побеждать свою судьбу, он тогда выпивает. И что происходит, когда он выпивает? Его психика становится счастливой. Но это счастье похоже на счастье животных. Потому что животные счастливы, потому что у них не работает разум. Они не понимают, что с ним происходит. Там его курочку как бы завтра должны зажарить. Она бегает счастливой, она не чувствует судьбы своей, понимаете? Человек чувствует. Он не согласен с тем, что завтра может быть хуже. Он чувствует. У него есть предчувствие, что может быть беда у человека. Но если человек выпивает, то у него не будет этого предчувствия. Он теряет полностью понимание опасности. Мне задали вопрос, может ли человек не погибнуть все-таки, если он погиб. Может, у нас есть волны жизни. У нас есть волны. То есть такие периоды, есть опасность для жизни, есть, бывают периоды. У меня тоже такие периоды бывают. Но я их чувствую. В это время начинаю молитву там и так далее. Раз, проходит эта ситуация. Потом следующий период, через какое-то время, может быть. Любой человек, который ведет правильный образ жизни, у него развивается способность понимать свою судьбу. Он начинает чувствовать опасность, избегает ее. Сначала это неосознанно происходит, потом осознанно, со временем. Это не то, что есть сверхспособности какие-то. Это не сверхспособности, это просто правильная жизнь. Правильный образ жизни. Человек, который правильно начинает жить, он лучше начинает ориентироваться в своей судьбе. Лучше понимать, с кем общаться, с кем не общаться. Поднимите руку, вот кто лекции слушает уже там года два, и вот начали чувствовать, как жить, что делать. Появились вот куча народа, пожалуйста. И это будет дальше развиваться. Это признак развития личности. Понимаете? Человек должен быть развитым, тогда он будет счастливым. Но человек, который выпивает, интуиция это свидание. В пьяном состоянии невозможно понять, что будет дальше. Человек рискует своей жизнью в этом состоянии, потому что он не знает опасности, не чувствует. Он не понимает, с кем общаться, с кем не общаться. То есть у него нет разбора. И поэтому самое главное в жизни семьи, это подняться из невежества, вырваться с этого состояния. Как это сделать? Женщина должна первая это делать, потому что женщина сердце ближе к Богу. Она чувствует опасность сильнее, чем мужчина. Сильнее это чувствует. И она должна учиться молитве и так далее. Если мужчина, допустим, включился в работу над собой, он должен тогда первый. В общем, первый тот, кто пришел на лекцию. Кто включился, тот и первый. Но чаще всего включаются женщины. И мужчину раскачать очень сложно. Нужно несколько лет молиться, работать над собой, с ним разговаривать, как бы постепенно его раскачивать. И мужчина постепенно растормаживается. Потому что психика у мужчины очень тугая на самосовершенствовании. Но если мужчина пошел работать над собой, он уже не остановится. Но женщина периодами, она то включилась, то выключилась. Она легка на подъем, но ей нужен энтузиазм. Ей нужна поддержка, помощь. А мужчина, он сам себя может поддерживать. Но ему нужно сначала понять, что это надо. И вот это понимание приходит с большим трудом в жизни. То есть он раскачивается, какое-то время раскачивается, ему тяжело. И потом раз, когда раскачался, его уже не остановишь. И женщина, как я говорю женщине, надо толкать поезд. Мужик это поезд. То есть он как бы может ехать. Но чаще всего стоит на запасном пути. Но если его раскачать и заставить ехать, то потом можно вагончик сесть и ехать там вагончики всю жизнь. И не смотреть вокруг по сторонам. То есть когда мужчина поехал, то женщине не надо уже париться. Она просто спокойно живет рядом с ним и испытывает счастье. Чего и женщина, в общем-то, и хочет. Она для этого родилась. Она не родилась для того, чтобы локомотивы толкать. Но вот судьба так устроена, что ничего не сделаешь. Приходится так вот жить. И вот в этом заключается смысл жизни в мегаполисе. Самое главное понять, что на все нужны силы, а силы берутся от правильного образа жизни. Продолжение следует...